Добрый день дорогие зрители! В этом видео я покажу как обновить OpenJournal Systems с версии 2.4.3 до версии 3.0.2. Для этого нам понадобится последний релиз на данный момент 3.0.2. Скачать его можно с официального сайта Public Knowledge Project, сайт разработчиков OpenJournal Systems. Вот мы видим последний архив на данный момент 3.0.2. Мы его предварительно скачали, распаковали. Вот он перед вами. Что касается обновления его принципов. То есть обновление происходит путем удаления, замещения файлов на FTP. И потом дальнейшей его установкой. То есть как будто вы сначала с нуля устанавливаете. Но все ваши архивы с выпусками, статьи, все останется на месте. Также ваш журнал, обложка. Кроме дизайна и каких-нибудь пользовательских сайт баров. То есть над этим мы еще работаем как это сделать. Поскольку обновление 3.0 вышло относительно недавно. Пока много трудностей как это обновить. правильно, дабы сохранить дизайн, если так возможно, если так получится. Потому что совсем разные абсолютно оформления получаются по итогу. Но мы не сдаемся, мы работаем над этим. Что ж, начнем. Для этого, чтобы обновить, как я сказал, нужно удалить и заменить некоторые файлы. Слева вы видите, это наш новый 3.0.2 Справа это наш текущий 2.4.3 Кстати, чтобы подтверждение того, что это 2.4.3 Вот 2.4.3 И мы обновляем до 3.0.2 Что нам нужно для начала сделать? С первым делом мы выделяем следующие файлы и папки. И будем их дальше отсюда удалять. Так, прошу прощения, файлы мы не выделяем, потому что здесь хранятся наши PDF-файлы статей. Паблик тоже не удаляем. Здесь хранится информация о картинке, о журнале. Фавикон тоже не удаляем. Индекс не удаляем. Ридми робот удаляем. То есть вот перечень файлов, которые нам необходимо удалить. Но перед тем, как их удалить, нужно сделать, крайне рекомендуем вам сделать бэкап сайта и бэкап базы данных. Потому что может что-то пойти не так. И чтобы вы не лишились потом всего вашего труда. То есть сейчас я начну удаление. Пока оно будет удаляться, я нажму на паузу и после удаления продолжим. Вот мы видим, удаление прошло. Остались папка files, в которой наши статьи хранятся. Вот архивы, этот артикл. И здесь все наши статьи. Потом. Паблик. И четыре файла. Все, сейчас теперь мы опять возвращаемся в версию 3.02 с левой стороны. И выделяем здесь с последующим копированием то, что мы выделю все. Простите. Файл с папки здесь нет, поскольку слева у нас чистый 3.02. Мы выделяем здесь паблик. Нам его не надо копировать. Выделяем config.php, favicon и index. То есть выделенные файлы мы не будем копировать сюда, поскольку здесь уже есть в бывшей 2, 3, 4 версии наши файлы. Вернее 2, 4, 3, прошу прощения. Все, сейчас я запускаю копирование. И после копирования мы продолжим видео. Дорогие зрители, вот скопировались с правой стороны файлы 3.02 версии нашей. Сейчас мы можем проверить. Сейчас выдаст какую-то ошибку. Вот. Непонятно с базой данных, потому что система не установлена. Как указывалось в видео об установке, теперь нужно дать запретить установку. Вернее, не запретить установку, а запретить системе понимать, что он установлен. Прошу прощения, вот. То есть установлен. Мы пишем нет. Сохранили. И запускаем сайт. Загружается установка OpenJournalSystems 3.02. Вот, в принципе, вся установка 3.02 была показана в видео. Но мы теперь не заполняем все эти поля. Они у нас уже были ранее заполнены. Мы переходим в раздел Upgrade. И нажимаем Клик Here. Открывается аннотация 3.02. Нажимаем Upgrade OpenJournalSystems. И ждем. Сейчас оно обновится. Пусть вас не смущает этот значок Loading. Это из-за того, что не обновили мы кэш. Вот патч нот о том, что система обновлена. Вот, видите, надпись. Сак из фоли. Теперь мы возвращаемся в наш файл хостинга. Файл config.php. И теперь install it. Ставим on. То есть система установлена. Дабы при запуске не открывалась заново установка. Возвращаемся на главную страницу. Вот мы видим. Дизайн поменялся однозначно. Входим в админку. Вот, видите, опять Loading. Task загружается. Зайти в администрацию. Тут куда-нибудь тоже загрузки идут. Для этого нажимаем отличную комбинацию клавиш. Ctrl плюс F5. Вот сбросились все эти загрузки. Теперь у нас полноценная рабочая версия 3.02. То есть сейчас я продемонстрирую, что все файлы остались. Вот архив. Наши три выпуска. Наши статьи. PDF. Вот скачался он. То есть страницы остались. Вот информация внизу тут. О журнале. Настроить надо внешний вид здесь. Дабы он корректно главную страницу отображал. И вот в принципе все тонкости и нюансы обновления с 2.4. В принципе с любой второй версии до текущего релиза 3.0. Спасибо за просмотры. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Дальше будем выкладывать больше видео. Спасибо.